Компания «Элта» представляет Я ненавижу спорт, я это сказала Первые три месяца работа под руководством эндокринолога, тренера и психолога У таракана четыре ножки Каждое воскресенье общие сборы в загородном доме Тренинги, консультации, отчеты Если ты не делаешь это каждый день, это невозможно И ты ошибаешься Второй этап – три месяца самостоятельной работы, без экспертов Я готова, честно, я готова ко всему По итогам каждого этапа участник, достигший наилучших результатов на пути к поставленным целям Получит денежное вознаграждение На кону 100 тысяч рублей По сути, на кону здесь жизнь Реальные проблемы Реальные преодоления Вот этот путь, который она проходила сама, был очень тяжелый Реалити-проект о жизни людей с диабетом Каждый день – это новый шаг к изменению себя, к управлению своим диабетом Мы бросили себе вызов Кастинг в Диа-челлендж состоялся 15 апреля 2018 года Дмитрий, ведущий, постоянно спрашивал Ребята, что вы будете делать, если кого-то из вас сейчас выкинут с проекта? Причем они меня все напугали Ой, там такая эндокриновка строгая Там это что-то, там такие вопросы Думаю, боже А пройти-то хочется Очень хочется пройти Потому что изначально-то 6 человек нужно было А нас пришло 9 После долгих споров было решено оставить всех До медицинского обследования оставалось две недели И еще неделя до первой общей встречи Однако старт проекта был объявлен в тот же день Очень много работы было же Я думала, что ее не так много будет Обязательное заполнение дневника питания Подсчет хлебных единиц Белков, жиров и углеводов Видео с тренировок Фотографии завтраков, обедов и ужинов Включая перекусы И все это теперь надо будет ежедневно размещать в специально созданной группе Я считаю, что это правильно Потому что это дисциплинирует Плюс дополнительный чат для неформального общения Чтобы участники могли быть на связи круглосуточно Вот это ты, Оля, партизан Молодец! Как прошли роды? Ну, 20 часов ушло на все Три часа назад закончили Здорово, Иван, девчонки! Слушайте, ну, ребят! Пока вот я лежала в роддоме эту неделю Мне очень много народу написали Не только жители Москвы, но и жители вообще нашей страны И спросили, как вообще это Как это сложно, это возможно, как я боюсь И я старалась всем, конечно, ответить, что это возможно Диабет вас останавливать не должен Мы не боимся ни в коем случае диабета И врачи не боятся диабета Вообще мы боимся осложнений, которые приходят, потому что человек не дружит с диабетом Осложнения сахарного диабета делятся на две большие группы Острые и хронические К острым осложнениям относятся Кетоацидоз, гипогликемия, гиперосмолярная кома, лактатацидоз К хроническим микро- и макрососудистые осложнения Диабетическая нейропатия Плохой контроль над диабетом Основная причина возникновения осложнений Компенсация заболевания – единственный способ избежать необратимых последствий Человек не верит и говорит Вот как бы я живу с сахаром 15 уже лет 5 Все у меня замечательно, что вы ко мне тут пристали И на следующий день ты видишь этого человека по унослим Или говорят Ой, вы знаете, у диабетиков должен быть сахар выше, чем у здорового человека Да с чего бы он должен выше-то? У нас что, сосуды другие? Они из другого материала сделаны? У человека с диабетом абсолютно такие же нормы уровня гликемии, как и у здорового человека Диабет не терпит халатного отношения Для Ольги Щукиной это не новость, не секрет К беременности она готовилась долго и серьезно И результатом своих усилий очень довольна Теперь ее задача – не упустить сахара после родов Оставить их в привычном коридоре с 4 до 7 мм на литр крови Компенсация – это вот как раз состояние, когда диабета фактически-то у тебя нет То есть компенсированный диабет – это тот, при котором у тебя сахар крови вот в этом коридоре С 4 до 7 мм Нет полетов, да, вот этих вот перепадов или горы они называются Москва только начинает просыпаться, а мы уже здесь стоим у входа в клинику столица Ждем наших участников Именно здесь их будут обследовать и консультировать лучшие специалисты А вот, кстати, наши девочки Девушки, доброе утро! Доброе утро! Как ваше настроение? Супер-бупер! У нас тут все в дружеской атмосфере, мы постоянно смеемся Я поняла, что это серьезно, что это не просто какое-то развлекательное шоу Какая-то программка на ютубе А что это очень важно, это очень большой вклад в историю вообще диабета В историю нас, каждого человека, кто этим болен Это нужно знать всем Потому что когда тебе, может быть, стать плохо У меня был такой один раз Тебя просто на улице называют наркоманкой Не дай бог, если кто-то увидит какой-то шприц, иголку или еще что-то То это сразу тебя обходит за два километра Сразу слышны шепотом громким, не знаю, слова там Мам, мелким деткам Отойди от тети Люди абсолютно не знают, что это, как это Поэтому участники Диа-челлендж сразу же договорились быть максимально честными и открытыми в ходе проекта Я очень сомневалась, что мне нужно себя открывать перед людьми Чтобы многие будут знать, кто не знает в окружении С моими родственниками тоже много это обсуждали Они говорили, Лена, может тебе это не надо, получится какой-то анти-пиар Не знаю, конечно же, предсказать реакцию не могу, но когда я шла на эту программу, я это прекрасно понимала И, соответственно, значит, где-то в глубине души я к этому готова Дина Доминова до сегодняшнего дня боялась поделиться даже с близкими друзьями своими проблемами Теперь за ее деожизнью будет наблюдать весь мир через интернет Заболела достаточно давно, еще было до нулевых Я жила в маленьком городе, а в маленьком городе в 97-м году мы были как покаженные На нас показывали пальцем, некоторые родители моих одноклассников запрещали общаться со мной Боялись, что можно заразиться этим Это наложило очень большой отпечаток И, в принципе, это мой осознанный выбор был никому не говорить об этом Все в сборе, все готовы? Да! Сейчас идем в клинику Идем организованно, врачей не пугаем Мы, естественно, сами ничего не боимся Пошли! Сегодня участникам предстоит сдача анализов УЗИ сосудов и внутренних органов На все их вопросы ответят кардиолог и офтальмолог И, внимание, дорогие друзья, сюрприз Эксперт нашего проекта, эндокринолог Анастасия Плещева Сложно сейчас, на самом деле, что-то сказать Сегодня мы увидели впервые Мне не очень нравятся те записи, которые мне сегодня предоставили Они не очень структурированы Добрый день Здравствуйте, Кирилл, проходите, присаживайтесь Мы обсуждали то, что действие инсулина различается от того, в какую часть тела его делать То есть, например, я до этого даже об этом не задумывался То есть я даже не мог предположить, что есть какая-то разница Я научился считать углеводы Но сейчас я для себя подчеркиваю то, что нужно также учитывать белки и жиры Кирилл, на самом деле, просчитывает хлебные единицы неплохо Он понимает, о чем идет речь Здравствуйте Да, здравствуйте, Дмитрий, проходите Дмитрий вообще не ориентирован Что такое вообще хлебные единицы? Хлебные единицы, насколько я помню, это кусок хлеба Он вообще не знает, что такое хлебные единицы Мы только сегодня с ним ввели основные понятия Хлебная единица, ХЕ, это условная единица измерения массы углеводов пищи Является ключевым понятием при расчете дозы инсулина За одну хлебную единицу во всем мире принято считать 10-12 граммов усваиваемых углеводов Здравствуйте Да, здравствуйте, Дарья, присаживайтесь Даша история такая Вроде все записывает, но при этом делает это не очень корректно Что вечером едите? Я, ну, конечно, я стараюсь есть салат с белком Но редко у меня это получается Ни у кого практически нету структуры приема еды Ну, она, кстати, наверное, практически у всех отсутствует Ну, кстати, наверное, кроме Дины У Дины она действительно как-то более выровнена С диабетом сюрпризов лучше не надо Поэтому точно надо знать, когда и где и что ты будешь кушать Нам обязательно надо знать количество углеводов Поэтому я взвешиваю любую еду К примеру, гречка Вот, мы измерили Здесь 50 грамм крупы Соответственно, это полторы хлебные единицы Добавляю какой-нибудь овощной салат Добавляю куриную грудку, либо рыбу И так я питаюсь каждый день на работе То есть 5 дней в неделю То есть вы едите одно и то же? Я настолько привыкла к однообразию, что мне легче так питаться Из того, чем я питаюсь, я не могу сказать, что в принципе я что-то люблю Но питаюсь Потому что надо Ну, Дина считает, что у нее все замечательно Ну, посмотрим, что нам опять-таки скажут анализы По сахарам она себя чувствует уверенно очень Всем привет! Я Кнопа И прямо сейчас Могу вам интервью у меня Да! Есть блеск в глазах Есть серьезная заинтересованность Я не знаю, насколько ее хватит Да, если честно Потому что в 20 лет очень много планов Очень много действительно каких-то дел По которым она бегает просто в течение дня Не останавливаясь Вот так же все у нее с питанием Что у нас с средними привычками? У нас их нет, насколько я помню Для меня этот проект на самом деле очень важен Мне очень интересно, что будет дальше И как будет с нами дальше работать Сейчас попробуем прорваться в процедурную И посмотреть, что там происходит Работаем кулачком Меня как-то с детства не задалось Вот с анализами крови Я когда вижу кровь, у меня сразу начинает темнеть в глазах Ты же сейчас не помогаешь Вот и сейчас, когда вижу у тебя, Вероника, кровь В глазах темнеет Мне кажется, пора идти к офтальмологу Не больно вам? Класс! Вот так вот Давайте первую Попробуем прочесть К, Ш, И, В, И, В Пока на сегодняшний момент осмотра сахара, их скачки Самое неприятное это именно амплитуда скачков На глазном дне практически не отразилось Легкая сосудистая напряженность присутствует, но ничего опасного И самое главное, что вам нужно делать, это следить за уровнем сахара Пять, шесть, вот, ну, до семи, да, вот так с натяжечкой Это для глаз именно, для глаз Старайтесь держать, и все будет с глазами хорошо Да, проходите Глаза как бы все-таки подкачали у меня Причем у меня, у одной из проектов, ну, проблемы с глазами О, Господи У Даши диагностировали ретинопатию Микрососудистое осложнение диабета, характеризующееся поражением сосудов сетчатки глаза В результате гипергликемии Длительное повышение уровня гликемии крови приводит к повреждению микрососудов И на разных стадиях ретинопатии к микроаневризмам, экссудатам и даже кровоизлиянию с отслойкой сетчатки Как бы это такой первый достаточно серьезный щелчок Я понимаю, что если я сейчас все не налажу, свое пищевое поведение, свои сахара на тренировках То это может привести к очень плачевным последствиям, чего я не хочу Сахарный диабет, это да, это тяжелый, это серьезный диагноз Это как, когда ты идешь по канату над пропастью Потому что постоянно нужно держать концентрацию И сахарный диабет, надо понимать, что это не болезнь, которая пройдет через неделю, год или два Это на всю жизнь И ты должен за эту жизнь, чтобы ее счастливо и максимально долго прожить Ты должен постоянно чему-то учиться, постоянно развиваться Через семь дней участники встретятся на первом еженедельном общем сборе в загородном доме Медицинские заключения готовы Вызовы брошены Я бросаю вызов своей лене Мои нерешительности Стать сильнее Сделать себя лучше И прийти к чему-то новому для себя Я искренне переживаю, чтобы у этих ребят все получилось Чтобы у вас все получилось, чтобы у тебя все получилось Надо просто хотеть Мотивация наша, все Несмотря на то, что это утро начинается с дождя Но главное, чтобы дождя не было в наших сердцах Потому что наши участники проекта ДИА Челлендж находятся за моей спиной И готовы к новому дню, друзья! Пошли в дом! Здесь уже кофеек некоторые пили Здесь уже будут ходить консультации Принероваться, мол, если тут много хороших, можно на том стадионе С этого дня участники ДИА Челлендж будут приезжать сюда каждое воскресенье на протяжении трех месяцев Вызовы, которые они себе бросили и цели, которые поставили перед собой, разные Задача у всех одна Уважаемые участники, добрый день! Я рада вас всех видеть Ваша задача за эти три месяца научиться управлять диабетом Для этого у вас будут три эксперта Вы будете встречаться с ними раз в неделю И постоянно будете с ними на связи С моей точки зрения это уникальная вещь Я не встречался с тем, чтобы люди с сахарным диабетом имели возможность так, ну вот, плотно, да, общаться с сразу несколькими профессионалами Вы уже с ними познакомились, это Анастасия, врач-эндокринолог, это Василий, наш психолог, и Алексей, тренер проекта Алексей сразу взял в оборот, сказал, давайте там в планочке постоим, пресс проверим, давайте выпады подделаем Восстановление после родов, материнские заботы На кастинге эксперты сильно сомневались Останутся ли у Ольги силы еще и на проект Я больше скажу, мы были убеждены, что она не придет Хочу быть красивой, сильной, спортивной мамой, которая будет, примером, ребенку Он дома находится со своим папой И, судя по сообщениям, совершенно по мне не скачает Поэтому никаких сомнений в том, что я хочу идти до конца, конечно, хочу Ноги прямые, слегка подними, где нагрузку чувствуешь? Вверх Я уже сразу успела вспотеть, успела напрячься И тоже очередной раз убедилась, что меня тут в покое не оставят и доведут до нужной кондиции Нас с вами объединяет одна общая проблема У меня также диабет, я также прошел путь от начала и до сегодняшнего момента Ну это, конечно, мужчина мечты Я прям не могла оторваться И понимая, что он сам всего добился, он сам себя сделал Я, кстати, видела его фотографию, где он подросток и какой он стал сейчас Ну, я не знаю, там лет 13-14, наверное, ему Я в шоке вообще, как он себя изменил Я всегда считал, что с диабетом набрать массу – это огромная проблема Но я не знал, что у него диабет Десять лет назад Алексей Шкуратов и сам не знал, что такое диабет первого типа Он хотел быть мужественным и сильным Записался в тренажерный зал Но что-то явно шло не так Я начал резко худеть Прям по килограмму в неделю у меня уходило Сначала мне показалось, что это вызвано тем, что я начал заниматься в зале И, возможно, я ем недостаточной еды, поэтому худею Соответственно, я начал есть еще больше, чем ел раньше Но вес все падал, падал, падал Когда у меня вес ушел 20 килограмм за три недели Я решил, что надо обратиться в больницу И там уже мне вывели сахарный диабет Два участника Диа-челлендж – Дмитрий и Кирилл – решают вопрос с улучшением физической формы самостоятельно Утренние пробежки, хоккей, футбол с друзьями Однако для набора мышечной массы, по мнению тренера проекта, этого недостаточно Необходимы тренажеры, советы опытного инструктора Но ключевая вещь здесь, опять же, компенсация заболеваний И когда ты скорректируешь сахара и подкрутишь инсулин к своей программе тренировочной Ты будешь расти По опыту могу сказать, там, три килограмма в месяц можешь набирать У девушек цель прямо противоположная – похудеть Активность была в течение полугода, где-то года два назад Результат нулевой – три раза в неделю с личным тренером вообще ноль Мы обсудили с Алексеем план тренировок на ближайшее время Что мне нужно пойти в зал, что мне нужно больше ходить В связи с этим надо корректировать свое питание И необходимо концентрироваться на тренировке Более тщательно, что ли, так скажем То есть необходимо контролировать уровень сахара несколько раз в тренировку Сахар сколько сейчас у тебя? Чего? Сахар? Ну Алексей сказал, что я хорошо выгляжу Ну да, конечно, есть над чем поработать Но вообще-то картинка неплохая И к концу проекта буду с этим стоять? Будешь со мной на спине стоять Будешь сменяться, не удержишь Сказал, буду нормально себя вести Приготовить меня к фитнес-бикини Шутки, шутки Это не то, к чему мы стремимся А фитнес как здоровый образ жизни Это немножко другое Поэтому мы будем стремиться все-таки к красивой фигуре Без ущерба для здоровья И есть определенные фишки, как этого можно достичь И как раз-таки этим фишкам я постараюсь вас научить Я уже жду с нетерпением, когда смогу начать Проблемы с лишним весом у Дины начались Когда она вступила во взрослую жизнь Компенсировать свой диабет Дина продолжала на отлично А вот противостоять гастрономическим искушениям Она тогда еще не научилась По ее словам, дорвалась до запретного плода После детских ограничений Ела все подряд и в больших количествах Итог – в 23 года 94 килограмма И Дина была бы не Диной Если бы с этим смирилась Мне нравится, когда я делаю все лучше, чем остальные Когда я просто лучше И все Ну то есть лучше не просто в сравнении с людьми А лучше в плане каких-то там, я не знаю Ну вот по работе ты чего-то делаешь, делаешь Достигаешь результата и получаешь удовлетворение В спорте то же самое Жесткий тренировочный график И постепенное снижение потребляемых калорий Стали давать ощутимый результат Но в какой-то момент положительная динамика прекратилась Вес просто встал Я уже не представляла, что делать И еще меньше питаться уже было нельзя, я это понимала Для мужчин нельзя опускаться меньше 1500 Для женщин нельзя ни в коем случае, ни при каких условиях Опускаться меньше 1200 У нас есть кормящие Кормящим тоже нельзя опускаться Ниже цифры где-то 1800 Дина довела свою суточную норму до 1200 килокалорий Регулярность занятий спортом до 7 дней в неделю Однако вес продолжал стоять 68 килограммов А Дина указала в своей анкете, что она хочет 50 Но когда я ее писала, вообще я думала про 40 А потом, когда мне эксперты сказали, что я 50 для вас слишком мало Я, конечно, немножечко подрастроилась Ну, снизить вес ей можно Чуть-чуть Не столько, конечно, сколько она желает Мы уже с Анастасией составили предварительный план питания И, соответственно, я ему уже следую В плане успеха пока не до конца понятно Прошла всего первая неделя Рекомендация Алексея – в два раза уменьшить физическую активность А также изменить порядок нагрузок в тренировках Сначала должна идти силовая Потом кардио Дина всегда делала наоборот У меня страх, что ничего не изменится И надо... Изменится Поверь, изменится Многие из вас прошли какую-то историю диабета, да, в своей жизни У всех она очень разная И именно обмен этими историями Обмен опытом и со мной в том числе Поможет нам достичь тех целей, которые мы поставим По сахарам, цели по весу, цели по колоражу и по всему остальному Сколько ты обычно имеешь сахар с утра? Ну, четыре Четыре-четыре, ну, пять, может быть Ну, то есть четырех до четырех, где-то до пяти у тебя сахар Да Ты вот на эти сто грамм и на вот эти ягодки делаешь Да, делаешь шесть единиц Поговорив с Анастасией, я сделала для себя открытие, что я все забыла вообще Мы с ней договорились, что я буду над собой работать Что за два дня я предоставлю ей отчет И будем смотреть, как жить дальше Она дала нам домашнее задание посчитать БЖУ, БЖЕ И приготовить котлетки Рецептом Потом тоже мы должны поделиться На самом деле, я про БЖЕ, честно, не слышала никогда Вот, да, не слышала Вот, и это связано с математикой С математикой я не очень дружу И мы со всем этим будем разбираться Давай, Немечок посмотрим Так, яблоко-черника-перекус Ну, привет вообще Ну, вот где здесь белок? Понятно, да, что требуется самоконтроль Это требует от человека высокого уровня дисциплины Систематичности, последовательности То есть диабет – это такой мастер Ну, если метафору такую использовать Который предлагает человеку достаточно серьезно поднять планку От того, как человек может управлять своей жизнью Эта задача, ну, не ложку сахара размешать в чай Да? Ну, это решаемая задача абсолютно Меня, конечно, удивила работа с психологом Это такая отдельная, очень такая интимная область взаимодействия людей Да, именно это раскрытие себя Он спокойный, он особые эмоции не проявлял Он, видимо, вот сканировал всех Я прям сидела и чувствовала, как меня оценивают взглядом Каждое мое слово, каждый мой ответ Я сегодня поняла, что я справлюсь Потому что Когда у тебя есть вопросы, да? Ты вроде бы знаешь, что кто-то на них ответит Но кто – непонятно Вот сейчас у меня есть вопросы И я знаю, что я могу обратиться эмоционально к Василию По тренировкам к Алексею И с Анастасией, мне кажется, я вообще 24 часа на связи И это только начало Впереди три месяца напряженной работы И надеюсь, очень сильно измениться за это время Наконец-таки заставить себя заняться своим здоровьем по-полному И быть на вершине этого мира Это проект Диа-челлендж Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин